Добрый день, дорогие друзья! Служить двум господам. Тема этого небольшого видеорассуждения. И прежде всего хотел бы напомнить всем людям о том, что Иисус Христос говорил в Евангелии от Матвея в 6 главе 24 стихом это известная Нагорная проповедь, что никто не может служить двум господам. Вот так просто и ясно. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не сможете служить Богу и мамоне. Мамуна – это деньги, это власть денег материального мира в целом. И сегодня это высказывание очень актуально. Я, по крайней мере, сталкиваюсь практически еженедельно с этим утверждением. И хотел бы привести два примера. Первый – это мне нужно было посетить один офис. И молодая женщина в этом офисе на стене висит икона, а прямо на рабочем ее месте лягушка, и во рту этой лягушки монета. Эта лягушка с монетой символизирует как раз мамону. А икона – это символизирует Иисуса Христа, веру в Бога. И второй пример – это воскресный день, я работаю в бассейне, и во время занятия входит молодой парень в обуви прямо в бассейн, и через весь бассейн идет ко мне. Я вижу, что он идет ко мне, пошел ему навстречу, и говорю, что случилось? Он говорит, мне надо с вами поговорить. Я говорю, дождитесь окончания занятия, и я с вами тогда поговорю. А сейчас, пожалуйста, выйдите из бассейна. И через какое-то время то же самое происходит с женщиной. Входит женщина прямо в обуви, идет по бассейну, идет ко мне, и говорит, мне надо с вами поговорить. Я говорю, я на работе, я не могу сейчас с вами говорить. Нет, мне это очень важно. Я говорю, послушайте, и может быть я привел не очень удачный пример. Я говорю, если хирург в операционной делает операцию, вы тоже так же войдете, и будете препятствовать этому. У меня сейчас много людей, я не могу их всех бросить ради вас. И она ушла, и оба этих человека, обидевшись, не дождались меня, и ушли. Причем, эта женщина, уходя, сказала, почему вы не поднимаете телефона? Что я могу ей сказать? Я не пользуюсь телефоном во время работы. Может быть, кто-то пользуется, конечно же. Но у меня работа, которая связана с тем, что мне нельзя пользоваться телефоном во время работы. Служить двум господам. Кому мы должны в жизни подчиняться? Богу или деньгам? Это всегда очень тяжелая, актуальная тема. Потому что нужда, которую испытывают многие люди, она их заставляет. Заставляет эта нужда. Может быть, не часто, но заставляет. Отворачиваться от Бога. И что-то делать не Бога угодное. Но всегда мы должны знать о том, что только Бог печется о нас и любит нас. Он заботится, оберегает, охраняет и ведет нас по жизни. Это не деньги. И это не та сила, которая стоит за деньгами. Нет. Та сила, которая стоит за деньгами, она хочет нас обмануть и погубить. Как и наших близких. Как и каждого человека. Поэтому двум господам служить никогда никому не получится. И мы должны выбирать всегда Бога, живого, Иисуса Христа. И всегда следовать за Ним. И всегда доверять Ему во всем. И это очень важно. Поассуждайте об этом. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.